Вновь всех приветствую на своем канале. Сегодняшний обзор посвящен моему заказу в Эфраше, который я сегодня получила доставкой на дом курьером. Был у меня бонус по рассылке сайтов со скидкой 500 рублей, и я решила сделать заказ. В основном из-за общения с Ильей из Эстонии. Привет, если смотришь меня. В общем, что я заказала, это новинки геля для душа, потом новую туалетную воду, и еще по распродаже уже, по-моему, лимитированную коллекцию гель. Я не помню, как он там назывался. Наверное, прошлого года этот под Новый год он находил, или как-то так вот. Вот он. Это у нас коллекция «Карамельное яблоко». Гель для душа. Кстати, сделан он во Франции. Я не помню, первый вариант у меня сделан был во Франции или в России. Я хотела посмотреть, у меня в шкафу лежит он, я им пользуюсь иногда. Ну, я решила, что за 149 рублей вот эти 400 миллилитров, это, ну, не купить, это надо быть совсем дураком. В общем, он мне очень понравился по запаху. Таким дюшеликом вообще пахнет. У них был, кажется, уже как-то это карамельное яблоко, но я в свое время не успела купить. А в этот раз вот затарилась. У меня теперь есть полноценный тюбик. И еще вот стольчик у меня буквально уделано, зарасходовано. Он стоит у меня в том месте, где стоят запасики. Вот такой вот гель. Потом, значит, новинки я взяла. Это у нас гель для душа. Кстати, почему-то сделан в России. И еще не успели вроде как презентовать во Франции, как уже в России уцепилось. Это гель для душа и ванны, олива и пятигрен. Я без понятия, что такое пятигрен, но это, видимо, кто-то вот из этих них. Насладитесь расслабляющим и нежным ароматом оливы. Ну, что тут что-то такое, что с 1959 года, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, эксперты исследовали. Вообще, несколько такая странная посылка по составляющим была. Вот, ну, крышечка такая тут новенькая. Я надеюсь, будет видно. Приятный такой запах, ближе вот к мужским одеколонам и туалетным водам. Ну, такой вот, я думаю, он унисекс подойдет и мальчикам, и девочкам. Если мальчики вдруг решат помыться и фрошой, то вот такой гель мальчикам я советую. И, значит, что у нас тут было? Это вот сделано уже или еще во Франции. Это масло для душа, 200 мл. Они стоили оба, по-моему, 249 рублей то и другое. Не буду врать, но кажется, примерно так. Сегодня я его попробовала. Ну, то уже видно, что он не полный. Очень он мне понравился. Хорошо пенится, как и написано, что такая белая нежная пена вас обволакивает. Ну, соответственно, я тут много так выдавила на губку. И, мне кажется, оно бы лучше сочеталось не с мочалкой такой, цветочком, шариком, а именно с губкой. И он действительно такой, ну, все-таки похож на гель, но он действительно такой масляный. И он так же вкусно пахнет. Точно так же мужским чем-то таким. И он ближе такой к желтенькому. Хоть и флакон тут желтый, но он действительно такой желтоватый на цвет. Еще я заказала вот как раз эту новинку туалетной воды. Утро в саду. Это листья вербены вот в такой вот коробочке. Сделано все еще во Франции. Вот такая. Она мне обошлась 619 рублей. Там была по скидке, так она стоит. Сейчас я гляну, у меня тут бумажечка осталась. 850. Раньше можно было за 890 купить 100 миллилитров полноценный флакон. Сейчас это уже вот 20 миллилитров. Я считаю, что это очень завышенная цена. Но и то, что у меня был бонус 500 рублей, я решила, что это вот мне вода досталась примерно по старой цене, как они раньше стоили, там 300 с чем-то рублей. Она очень вкусно пахнет. Я сейчас даже на нее отзыв накатала. Она я рекомендую. Не знаю, он у меня прошел модерацию или еще не успел. Ну, я дам ссылку на него, под видео на него. В общем, очень вкусно пахнет. С первого пшика никакого спирта. Вот именно лимончик какой-то свежий, цитрусовый. Какая-то очень сладкая, вкусная, свежая карамелька. Свежестью такой отдает. И вот первые полчаса выходите, ощущаете этот аромат. Но минут так, не знаю, даже часа не держится. Ну, радует, конечно, что никакого спирта там. Вот, допустим, с вариантом кейнской воды, где вербена есть. Ну, а здесь вот он держится. Я его тестировала дома. Перед тем, как пойти снимать кусочки для обзора видео по угличу, как у меня тут попросили вчера в комментариях. Потом прескала еще раз на себя. Короче, пока я ходила по дому, собиралась, то все, пятое-десятое. Он у меня испарился. Вообще испаряется полностью. И вся эта свежесть, и леденчики, и аромат там лимончика, цитрусовых, прочее. Ничего не остается. Вот будто бы была и нету. Никакого больше аромата. И менее часа он держится. Это меня разочаровал, потому что, в принципе, и фраше вроде как Франция, то все новинка. И хочется чего-то такого свежего и долго держащегося, ну, хотя бы на 2 часа. А тут еще менее стойкий, чем кейнская вода. В общем, я не то, чтобы я разочаровалась. Я ожидала, что она будет не стойко, но я не думала, что это будет настолько не стойко. И еще к ней я взяла, сколько он у меня там обошелся. Вообще, у меня весь заказ вышел на 1044 рубля за минусом-бонусом. Это у нас тоже, вот как раз это утро в саду. Это гель для душа с листьями вербены 200 мл. Я его еще не открывала. Но вообще, мне очень нравятся эти гелики из утра в саду. Не сказать, что аромат от них на коже очень долго остается, но... Да, тут совсем чуть-чуть приглушен такой запах, но они довольно так это хорошо увлажняют кожу. Мылятся хорошо, пенятся, и пена для ванн из них очень отличная. В общем, они мне нравятся. Я, в принципе, не расстроилась, что сам этот дуэт получится не очень стойким, точнее, совершенно не стойким. Но попробовать-то надо. И вообще, так поняла, что у меня эта посылка по ароматам получилась практически идентичная. Вот они все немножко между собой похожи, кроме яблока карамельного, конечно. Это олива смахивает чем-то. Вот оно все такое в стиле унисекс и немножко даже мужским ароматом отдающее. Потом у меня в подарок я выбрала себе набор мини-средств. Это вот крем для лица, натурелька османтус мини-маленькая и крем для рук. Но немножко я удивилась. Ну, в общем, начну вот с этого крема для лица. Я им сегодня пользовалась. Это Сенситив Вежиталь увлажняющий и успокаивающий крем 10 мл. Раньше крема были по 15 мл. Но сейчас он сделан во Франции, что радует. И, правда, он до апреля 2017 года. Видать, остатки раздают. В принципе, по консистенции он мне понравился. Он такой нежный. Вообще, мне в Минке очень нравятся практически все и фрошевские крема. Но большие я чуть не рискую брать. Но если приходит в подарок, то даже и хорошо, если полноценный вариант. Но я очень редко сейчас заказываю и фрошевые, в принципе. Потому что в основном у меня все, что нужно, мне есть. И, наверное, меня просто как-то попустило. Раньше-то я очень много денег тратила на и фрошевые. Теперь я деньги трачу на путешествие. В общем, он такой обычный кремообратный белый консистенции. Легко очень наносится, нелипкий. И очень быстро впитывается. Мне очень это понравилось. Не знаю, конечно, как он полностью стоит. Полноценная цена полноценного флакона. Но таких меняк я бы в подарок не отказалась еще. Чем он мне очень понравился. Не знаю, как подействовать дальше будет. Но пока нареканий с ним не было никаких. Это у нас натурель Асмантус 7,5 мл. Раньше такие миниатюрки очень часто приходили в подарок. Сейчас как-то и фрошевые жмотятся. Ну, я не знаю, наверное, любые другие вариации фрошей, кроме России, не жмотятся, скорее всего. Но в России вот так. Вот такая вот неполный флакошек. Возможно, он такой неполный и должен быть. Я уже довольно давно таких миник не видела. Так что ничего сказать не могу. Но у меня полноценный вариант есть. А минька останется. Может, там поеду, когда в Белоруссию летом, то возьму с собой как вариант. Так, и крем. Крем у нас такой вот полноценный флакон. Я дарила как-то своей тетушке на какой-то праздник. Приходил мне в подарок. Решила тут сама попробовать. Там были, конечно, другие подарки. Но я делала выборами на этом наборе. В общем, растительный уход для красоты рук. Увлажняющий крем для рук длительного действия. 30 мл. Но мне что-то показалось, что он как-то... Возможно, будет все-таки видно в камеру. Вот, неполный флакончик. Тюбичек, точнее. Обычно все-таки вот у них приходит даже крема для ног. Там вот... Ну, досюда он заполнен. А здесь он как-то... Как будто на одну треть. Будто для меня его кто-то еще пользовал. И открывается он довольно легко. Обычно для новых они как-то все-таки потуже идут. Ну, я его попробовала. Он, в принципе, такой... Не сказать, что довольно плотной консистенции. Но когда намазываешь, все-таки как-то ощущение какой-то липкости. Только пока при намазывании. Когда он уже впитался, впитывается он очень быстро. Никакой липкости нет. И кожа действительно увлажненная. Такой, ну, на любитель аромат. Такой, не знаю, мне местами он овсянкой напоминает. Какой-то травой. Но руки действительно увлажненные. И вот я пока гуляла. Мне не хотелось лезть в сумочку за кремиком. Который у меня там гринмамовский маленький лежит. Но то, что ощущение, что его кто-то до меня вскрывал. Это мне как-то не очень понравилось. Хотя и само нарекание по поводу доставки курьером. У нас оно доставляется исключительно по четвергам. Мы, допустим, договорились. Вы там вам позвонили с 11 до 4. Вы сидите с 11 до 4 ждете. Никуда не уходите. Без разницы, где вы должны быть. Сегодня мне позвонили, сказали, что с 12 до 2 в этот перерыв. В результате приехали без 15 до 2. И что неправильно я считаю. В принципе, допустим. Ну, конечно, это очень редко бывает, что в посылку что-то не доложили. Но был у меня как-то курьер вполне вменяем. Он сам предложил проверить. Обычно проверяешь. И если все на месте, то после этого эти выписывают чек. А тут мне протянули чек. Я расписалась. Отдала денежку. И только после этого стала проверять посылку. Но такой вариант, что вдруг бы там чего-то не было. Ведь проблема-то была бы именно у товарищей СПСР. Но это чисто к ним минус их. И еще я выбрала себе пробники. Плюс мне один подложили в довесок. Видать, его вечно кладут. Это крем. Что-то у нас за крем. Ночной уход от морщин. Видать, никто не покупает. А надо куда-то девать. Мне его снова сунули. Выбрала себе пробник. Который, в принципе, когда мы с Аленкой встречались. А, кстати, давно чуть не гуляли. В Ярике, когда я ее ждала, как раз вот эту туалетку попробовала. Это роза у нас. Секрест де Санс. Ну, она для меня была такая термоядерная, термостойкая. На бумажке мне держала где-то два с чем-то дня. На той пробной. Ну, и она мне больше ладаном напоминала. Я даже сейчас открывать не буду. Но если кому-нибудь там захочется, как вот я делала по просьбе трудящихся обзор, может, какой-то туалетки из пробника, то я его, конечно, могу сделать. Потом это вот пробник вербены. Возможно, Женьке подарю. И пробник молочка для тела. Кстати, очень хорошее. Я его задействовала. Ну, чисто так вот попробовать. Не знаю, может, тут еще что-то осталось. Да, вот оно такое, кремовой такой текстуры. Нежная. Чуть даже плотная, мне кажется. Тоже очень быстро впитывается. Пахнет такой какой-то травкой. Ну, и в принципе, вот я бы, может, даже купила себе этот полноценный флакончик. Я так поняла, что это новинка. Что это у нас вообще? Да, молочко затело. Тут 5 миллилитров. Ну, там еще была всякая макулатура, которую я уже утилизировала. А еще была книга красоты. Я так поняла, что книгу красоты маленькая, кстати, делала уже в этот раз Россия. Ибо, в принципе, в конце предоставлены адреса магазинов, бутиков и фрешей в России. Ну, что-то есть там еще, конечно, вроде как частично там фотки Франции, еще что-то. Но я так поняла, что все-таки это делали именно в России. И тут еще предоставлена серия новых геликов. Я подозреваю, что я все-таки попробую потом, когда они все выйдут. Ну, я видела только еще новый формат землянички. И я так поняла, что все-таки там на сайте была именно просто земляника. И поэтому я выбрала все-таки оливу, потому что олива с чем-то. И хочется попробовать. И новенькая. И я видела в интернете еще до того, как они появились вообще в магазинах. Даже во Франции просто как рекламу. И, в принципе, не жалею, что заказала их. Ну, теперь у меня есть эта маленькая книжка красоты. В общем, вот такой у меня заказ и обзор. Надеюсь, я ничего не забыла. И если вам было интересно, это видео чем-то полезно, то я очень рада. Ну, и на всякий случай, там у меня про блески периодически говорят. Сейчас на мне блеск для губ это я смешала Кельвин Клайн. И про Рене Аленкина. Аленка, если ты смотришь меня, привет тебе. Я его пользуюсь сейчас в основном исключительно для видеообзора. Потому что так оно мне немножко не подходит. А с видеообзорами очень даже удачно сочетается. Вот такой обзор. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока.